всем доброго утра из турецкой деревни друзья мои долго что позанималась пока у меня есть время такое мое личное хочу поговорить с вами чуть-чуть поболтать зуд у меня уже становится меньше вот здесь я спала вот здесь я заснула и тут мне что-то покусала но ничего все хорошо хотя чешется все тело и главное знаете что на всем теле меня появляется вот эти пятна непонятные какие-то особенно на талии очень много укусов каким образом они туда залезли не знаю ну ничего значит мне нужно было пройти через это чтобы что-то осмыслить вчера зато посидела на арбузе здесь я начала есть хлеб кушать почему потому что он такой вкусный здесь нету марл нету столько зелени как в мерсине дорога там шпинат щавель но здесь только есть петрушка мята вчера я посидела на разгрузочном дне исключила полностью помидоры обед то что мы приготовила приготовила вчера косоли как вы видели вместе с мамой сегодня не знаю что будем готовить все зависит от нее пока спят все вот воскресенье я стараюсь делать йогу чтобы потом найти не попадаться под на глаза родителей я не знаю как они к этому относятся вообще то что я вот занимаюсь делами какими-то да вот пишу что-то записываю свои желания там они не понимают это это можно понять мама тоже не понимает об этом в этом ничего не разбирается и они думают что я так просто время трачу допустим по бизнесу да там с кем-то что-то общаюсь или на youtube загружаю не думать что просто я играюсь но не понимают они я совсем не обижаюсь на них они так вчера переживали за меня что я не кушала ничего кроме арбуза и кушай говорит хлеб хотя бы надеюсь сегодня уже не знаю даже что буду делать день такой непредсказуемый но конечно адаптация у меня немножко трудно проходит потому что лицо сушится волосы тоже после мытья у меня знаете какие как солома первый раз я когда помыла второй раз я вспомнила про уксус и уксус разбавила с водой и они такие мягкие стали а первый день я еле их расчесала не знала что такая весь вода вода своеобразная конечно да поэтому земля здесь вся белая какая-то не знаю что не добавляет может какие-то соли есть природные что они не так ущелочивает выбеляют да и конечно и губы у меня сохнет я без помады не могу смотрю вот сейчас и тут у меня шелушится шелушится надо тоже помазать сейчас обильно крема стараюсь как-то пятки пятки мои лучше не прикасаться хотя я сделала пятикюр до этого и приехала сюда с гладкими пятками от воды у всех здесь пятки ужасом состоянии я вот так смотрю у родителей какие все обязательно нужно смазывать кремом еще здесь что ну здесь естественно мне здесь климат не подходит я привыкла жить во влажном сразу кожа сухая становится такой вы являются эти мощинки сюда укусил меня видно кто-то комар или что хотя я да умудрились на лоб укусить не то не говоря уже обо всем вроде бы мы и брызгаем лекарства но ничего осталось молодей может быть во вторник мы уже выйдем да но какие-то дела тоже он тоже здесь скучает с ума сходит здесь негде даже прогуляться здесь туда до парка парке тоже одни мужчины сидят да никакой нету социальной жизни никакой абсолютно вот женщины чем занимаются сплетнями занимаются вот так вот вместе посидят поговорят и сплетни господи я знала что везде сплетничать ну как сплетничать турецких селах и деревнях и вообще это какой-то ужас не только женщины и мужчины про все сплетничать все надо знать вот тут они родители делятся с тем что кто-то там соседки вот несет сахарницу а зачем сахар а почем сахара для чего сахар боже мой ко всему столько вопросов задавали почему потому что им нечем заняться как заниматься сплетнями смотреть сериалы какие-то программы непонятные все я да я поняла что жизнь деревне это не для меня я могу приехать сюда отдохнуть на три дня максимум уже сейчас это мне сложно первый день как адаптация второй день кайфа третий день надо быстро слинять чтобы тебя не закусали не сожрали местные насекомые еще о чем бы хотела вам рассказать еда здесь естественно супов я тут вижу редко готовит такой как и мы да там привыкли и встают здесь здесь часов родители где-то папа наверно начало десятого мама десять часов встает и у них главная еда быстренько завтрак вот они счастливые все и как только позавтракают я им кофе предлагаю и сразу думают за обед что приготовить но обед я уже так поняла к трем часам после обеда и между перерывами между еды между едой конечно и кофе пить и чая пить и фрукта поедание и так далее и часов 8 9 они садятся вот арбуз хлеб сыр или вот дыню мы вчера купили или вот это еду что там осталось мало и все и чай еще чай на начать три четыре раза в день завариваю вот так вот такой вот у них питание и потом они смотрят передачи сейчас мастер шеф кто живет в турции не знает что это такое и это совместное семечки щелкать пощелкают мама вяжет очень много каждую минуту когда она садится на вяжет вот походь походь по работе с утра папа бежит сразу за хлебом мама встает и начинает поливать цветочки и вот странно поливает я вчера с той стороны полила засушенные цветы смотрю они пришли в себя поэтому сегодня я обязательно сейчас тоже постараюсь делать вот я сейчас в основном стою после шести а сегодня суббота воскресенье 8 у меня йога и мне сейчас наверное 10-15 минут чтобы быстро кофе выпить для себя покайфовать и вам видео записать в соц сетях опубликовать истории а потом я не получается ничего делать но действия антигистаминовая сегодня мне кажется намного понижена слава богу и у меня наберутся силы но что там осталось не знаю что приготовлю сегодня печенье так и не смекла потому что муж купил вафли целую коробку очень вкусные это я еще как-то заболела мне было не до этого не заболела немножко неважно себя чувствовала заболеть нельзя говорить неважно было себя чувствовала поэтому я не знаю как будет сегодня как будет настроение знаете что я сейчас действую по настроению не заставляю себя ничего делать хочу делаю хочу не делаю естественно ухаживать за ними ухаживала души даже вчера когда мы поужинали обед когда у нас было пообедали они доедали плов с фасолью и салат я приготовила и я говорю папа сразу поставила арбуз так обрадовался и говорит чай готов да ты что говорит готов чай какая-то невестка супер невестка и вот стараюсь угодить им потому что они все-таки очень хорошие у нас с ними разговор возобновился о том что я плохо что-то написала вот знаете что мама настаивает на том что она вроде бы читала что я плохо говорю писала рей но не может быть такое я сказала но я никогда не могу плохо вас сказать во первых я люблю своего мужа благодарна за то что вы его родили и вырастили воспитали таким во вторых неужели я такая дура же я же знаю что найдется такой человек который захочет испортить мне жизнь и все донести для них но не могла я такое написать потому что у меня нет не было повода это написать я сказала серьезно так ответила говорю уважаете вы меня любите меня не интересно самое главное что я вас уважаю и люблю и больше на эту тему я не хочу говорить я никогда про вас не говорила плохого и я живу только с добрыми навернями и мыслями и хочу жить в гармонии 50 лет а не в сплетнях и меня сплетни больше никакие не интересуют вот так я сказала и все на этом день разговор закончился это верьте не верьте время все покажет оправдываться и никогда не буду перед тем потому что я не виновата папа так округлились глаза и он потом с уважением уже относится на эту тему вообще не затрагивает и я сказала мне интересно вот эти сплетни все осуждения и мужу сказал если они будут кого-то осуждать я не подойдут чтобы вызвать вот так этот разговор должен был состояться я передаю каждый раз каждый это читаю комментарии вам привет передает она спасибо спасибо но ничего не хотят они сниматься даже муж говорит мы с ним потом разговаривали говорит понимаешь что здесь люди не понимают youtube видео снимки даже мне мои родственники гава все откалывают как ты разрешаешь своей жене снимать youtube публиковать видео на youtube и говорит сколько родственников нет искать твоя жена в youtube и как это так ну как это так можно о уговорит этот в каком веке живете вы понимаете какая ситуация поэтому сказал не надо снимать их ничего они не поймут родственники видно родственники осуждали их почему они моих видео вы понимаете причины сейчас понимаю так что вот такие дела мои дорогие не буду возвращаться к этой теме буду снимать все что есть них и они не хотят показываться на камеру вы поймите их тоже дети их подкалывают родственники подкалывают они не хотят не хотят спокойно дожить свою жизнь но не понимают они все я побежала к офисе заваривать и готовить что-то на завтрак давайте друзья мои до встречи собираю петрушечку я с вами поболтала смотрю папа уже сидит лежит а эндер и мама спит вот они сони у нас я на папу похожа сегодня решила запечь баклажаны запечь баклажаны и может ему это понравится вот так надо срывать сказала мама я по одному она так раз все сразу вчера полили петрушечку она выросла это уже возьму на балкон и посажу будет у меня петрушечка свеженькая все друзья пошла готовить завтрак яйца в смятку с баклажаны и вот все остальное вот такой салат у меня получился идем кушать иметь яйца в смятку колбаска но и тут все сыры вареницы приятного аппетита после того как мы позавтракали я решила полить течь цветы засохшие с той стороны полностью вот у нас же есть там цветы что-то их там не поливают и вот смотрите потом зашла в огород хотела найти семизоты вот сколько я собрала это мята это семизоты это вот фасольку это перчик вот это виноградик боже как хорош классно сегодня чувствую себя хорошо силы пришли сейчас будут мыть посуду бардак у меня газ тоже и что буду делать хочу спечь испечь печенье нет кофе сейчас сварю им а потом уже буду заниматься выпечек пришло время для кофе ой что я наделала пипец но ничего страшного сейчас мы исправим эту ситуацию вот так вот зацепила я когда снимала говорят не снимай она не снимай вот что получается ничего все исправлено друзья мои мы идем в гости в гости идем к родственникам короче говоря посмотрите сейчас я вам покажу вышли в гости погулять в воскресенье сегодня печенье так и не спекла потому что не получилось в гости вдруг идем на чай сейчас покажу вам стадо овец них почему задиет или что это как смотрит на меня вот такое здесь гулянка идем знаете кому к родственникам при невестке к отцу и маме они к нам приходили гости сейчас к ним только что передала привет от вас читаю комментарии так приятно такие хорошие комментарии может читаю игру не привет вот жалко что не показывают улыбаются все никак не сдается вот такая здесь улечки и мусор мусорная главное есть показываю вам красоты бабушка сидит такие заборики ничего не меняется в деревне все так же только кто в состоянии строит улучшает свои дома на улицах вот такой вот хаос пахнет какашками даже не смотрите какая-то организация что-то наверное чинят какие двери туалеты да наверно мебель и вот мы пришли они здесь живут очень близко перекрестки а борода прямо надо идти ставьте лайки подпишись на мой канал не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими всех вас люблю и ценю с вами светлана от а